Исковая операция в аэропорту Ростова-на-Дону продолжается. Специалисты МЧС, следователи, эксперты и судебные медики по кускам собирают самолет и фрагменты тел погибших. Территория, на которой находятся обломки, превышает полтора квадратных километра. Самолет Boeing 737 авиакомпании Flight Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов, разбился в половине четвертого утра. Воздушное судно упало в 150 метрах левее взлетно-посадочной полосы. Момент падения запечатлели камеры наблюдения. Лайнер почти вертикально врезался в землю. Затем взрыв и пожар. Выживших нет. Вдруг небо просто озарило какое-то зарево. Оно все было оранжевое. Мы сначала подумали, что случилось. Услышали какой-то треск. Саша видел, как сотрудник аэропорта, поднимая трубку, и таким очень напряженным, серьезным голосом говорит о том, что упал самолет. Граждан Беларуси на борту не было, подтвердили в МИД. Авиакомпания опубликовала список погибших пассажиров. В нем немало одинаковых фамилий. Летели семьями с детьми. Среди жертв их четверо. Это россияне из Ростовской области. Украинцы, двое граждан Индии и один Узбекистана. По счастливому стечению обстоятельств выжила только Эльвира Исаева. У женщины был билет на этот самолет. Но накануне праздновала день рождения, который, страшно представить, мог стать и последним. И, как это часто бывает, замешкалась, опоздала. В аэропорту прибытие тем временем несколько часов родственники ждали приземления. До последнего надеясь, что оно будет благополучным. В Ростов-на-Дону самолет летел на два часа больше положенного срока. Пилот наматывал круги, дожидаясь улучшения погоды. В это время несколько других лайнеров отказались от посадки и ушли на запасные аэродромы. Еще накануне в городе объявили штормовое предупреждение. Шел дождь, а порывы ветра достигали 100 километров в час. У командира экипажа уже были данные еще до вылета из Дубая и при вылете из Дубая, что будут плохие, сложные метеоусловия при посадке в Ростове. Потому что эта погода уже была вчера днем. Соответственно, она была доведена до диспетчеров аэропорта Дубай. Поэтому командир знал, куда он летел, в каких метеоусловиях ему сажать. Плюс он уже вылетая знал, что у него есть запасные варианты. Минеральные воды и Краснодар, где погода в более простые метеоусловия. И можно было там посадить, не рискуя ни экипажем, ни самолетом, ни жизнями. Оба самописца, речевой и параметрически, были найдены к середине дня. Их расшифровкой займется комиссия Международного авиационного комитета. В интернете уже появились записи переговоров пилотов на борту Боинга. Разговор в кабине был спокойный. Ничто не предвещало внештатных ситуаций. Возбуждено уголовное дело. Еще до анализа черных ящиков появились первые версии причин случившегося. Это сложные погодные условия, ошибка экипажа и отказ авиационной техники. Известно, что самолетом управлял опытный летчик. Аристос Сократус, гражданин Кипра, получил образование в авиационной академии Оксфорда. Имел большой опыт и недавно женился. А его супруга ждет ребенка. Самолет Боинг 737-800 регулярно проходил проверки и техобслуживание. Первый полет лайнер совершил 6 лет назад. Самолет Сея 737 – самый массовый пассажирский лайнер за всю историю самолетастроения. Начиная с конца 60-х годов выпущено более 8 тысяч таких судов. Модификация 800 – новое поколение Боингов. На борт берет до 189 пассажиров. Такими самолетами пользуются в большинстве авиакомпаний мира на дальнемагистральных рейсах. На Боингах 737 выполняет рейсы и белорусский национальный авиаперевозчик. При этом 737-й – один из самых безопасных лайнеров в мире. Сейчас изучаются и действия персонала воздушной гавани. Аэропорт Ростова-на-Дону считается современным и имеет статус международного. В прошлом году была проведена его модернизация. Отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Регулярные полеты отсюда выполняют 30 авиакомпаний. Внутри страны – в Европу и Азию. Последняя авиакатастрофа в этом аэропорту произошла в 1982 году. Тогда при взлете потерпел крушение самолет Ан-26. Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт. Как минимум два дня суда будут принимать в Краснодаре. К терминалу весь день приносят цветы и игрушки. С родственниками погибших продолжают работать психологи. У всех них будут взяты анализы ДНК для идентификации тел. В Следственном комитете России заявляют, что первые итоги расследования будут обнародованы не позднее, чем через два месяца. Завтра и послезавтра в Ростовской области объявлены днями траура.